Они полностью тебя финансировали, правильно? Да Ты уверен, что справишься? Блядь, я вообще каранщик не могу собраться везде Я завтра могу за 1000 долларов, я тебе говорю, что там сделать баннер и быть директором завода Более 300, но деньги пока не вижу Блин, я сейчас такой информацией делюсь И из-за же бренды, которыми я когда-то что-то консультировал по качеству и как это все сделать Наши российские бренды, да? Друзья, приветствую вас на канале Aglist of Store И мы продолжаем сегодня серию наших интервью с интересными людьми из кальяной индустрии Сегодня у нас в гостях Александр Дмитриев Который является производителем, экспертом, можно так сказать, в производстве угля Первый вопрос к нему это, что такое уголь для кальяной Почему именно используется как скорлупа кокоса? Почему не скорлупа, а другого ореха, дерева какое-нибудь и что-нибудь такое? Почему именно она? Используем кокос по одной причине, потому что он дает больше всего жара Он более плотный материал, дает больше всего жара Меньше всего пепла, посторонних привкусов и запахов не дает Поэтому мы используем кокос Почему Индонезия? Потому что там много Непосредственно мы производим, получается, кокосовый уголь для кальяна Он состоит 100% фактически из кокоса Ну, если учитывая добавление еще тапиоки, то это какой-то процент меньше В общем, натуральные продукты Тапиока что такое? Почему она нужна? Тапиока это склеивающий материал Скажем так, это крахмал При добавлении определенной пропорции Мы склеиваем, чтобы держался наш кубик Все склеивают, чтобы держался его кубик Ну, понятно, то есть без тапиоки это будет просто кокосовый пуль Да, он будет рассыпаться, будет крошиться Его можно спрессовать Но при разогреве он будет просто рассыпаться, ломаться В общем, это не то, что нам нужно И на что влияет тапиока? Тапиока влияет на запах при розжиге угля Запах костра, который всем знаком Чем больше процент тапиоки добавлен, тем больше будет этот запах Чем меньше, тем меньше его будет Ну, давай проясним, то этот запах только при розжиге То есть после того, как уголь разожжется, тапиока полностью будет выжжена оттуда Все правильно, все верно И больше она никак не участвует Да, все правильно, все верно Следующий вопрос Почему так сложно сделать именно хороший уголь? То есть у нас очень много производителей, которые делают свой уголь Если раньше их было мало, то сейчас их очень много И большинство есть какие-то минусы по качеству Либо это нестабильность партии, либо уголь тухнут Либо какой-то запах передают Почему так? Основа нашего продукта, угля для кальянов, да, кокосового Это сырье Если у тебя есть стабильность сырья Есть человек, который следит за сырьем, за закупками, за поиском нового сырья То у тебя не будет этих проблем То есть все проблемы идут? Основа Основа это сырье Основа Да, если ты где-то упустил момент закупки сырья, либо тебя обманули То возможно в твоей партии будет тот уголь, который тухнет, сыпется, ломается, имеет запах То есть даже у одного поставщика сырье постоянно отличается? Да Потому что это В основном это менеджеры, которые также ходят и ищут кокосовую скорлупу Просто у местных жителей? У фермеров Фермеры, которые выращивают кокосы, большинство, да Которые также продают дальше кокосы, либо сами используют в плане производства какого-то продукта А есть такие люди, которые просто в лес идут и собирают кокосы? Это дикий кокос, да Есть такие люди, это в основном деревушки, которые пытаются что-то заработать и такого кокоса очень мало Дикий кокос, да, он более плотный, более стабильный в жаре, менее пепельный И сложно, так сказать, его найти и собрать то количество, которое тебе нужно То есть дикий кокос по качеству лучше, чем все, кто выращивает в ферме? Да, все верно Ну, дикий кокос, допустим, дается собрать раз в год с пальмы А искусственно выращенный, который ферма выдает, он дает там до трех сборок в год, получается Ну, то есть дикий это очень нестабильно, да, получается? Сложно, да, сложно найти, сложно его стабилизировать, его постоянные поставки, сбор А его не мешают с другими? Мешают Мешают? Да, если замешать, это будет очень сильно влиять на качество и может приплюсовать и увеличить А после вот какого процента мешки, допустим, кокосов, разница чувствуется ощутимая? Ну, это сложный вопрос, конечно, да И я могу попробовать на него ответить, но это не будет конкретной информацией Чисто на твое усмотрение? Ну, минимум это 30% от общего объема должно быть Тогда разница уже будет заметна в системе Да Но это не такой большой, на самом деле, показатель Во-первых, ты это можешь заметить даже с того, что он будет некачественно размешан И, допустим, одна упаковка и другая упаковка будут просто грандиозно отличаться И цветом пепла, и жаром, и все Как повезет, да? Да, и ты такой, как бы, чего А там тупо не намешали, допустим, все с общим объемом Лучше быть всегда уверенным в том, что ты делаешь Чтобы потом не было вопросов Это участвовать при смешивании Это иметь ответственного человека, который за этим прям следит А, то есть контролировать каждую стадию процесса Все верно И там нельзя просто самотеком отпустить Если это не твой завод, то у тебя не получится так, что... Получится И многие так делают, что типа Алена уже на уголь, короче И 20 контейнеров, к примеру, да? Вот деньги Стандарт мой Сейчас так делаю Мой стандарт такой, как бы И чуваку приезжает, приезжает, и он говорит, о, ништяк, теперь 50 контейнеров И там уже все И там уже идет просто Типа, ну, он съел 20 контейнеров Сейчас мы что-то намешаем, он не заметит, короче Ну, то есть завод пытается минимизировать свои затраты просто Естественно Они хотят больше заработать Они очень мало зарабатывают, я считаю Очень мало зарабатывают на производстве Они берут объемом Прямо они хотят потоком-потоком брать И почему-то они заинтересованы в стабильности поставок твоих, ну, как заказчика Ну, то есть они больше ежеминутной прибыли в рыбоводстве Да Даже какие-то долгосрочные отношения Серьезно, серьезно Саш, расскажи, почему ты вообще решил заняться углем? Потому что уголь это, ну, не самая очевидная вещь для бизнеса, для своего дела Такой вопросик, конечно Да я сам даже не знал, что я буду заниматься углем Встречения обстоятельств? Ну, скажем, да Я очень банально этим занялся Банально как-то непонятно, как это произошло Я однажды решил посетить заведение Покурить кальян И мне это понравилось И я начал его посещать Сдружился с владельцем заведения И поехали с ним однажды с закупками И он берет уголь Что это за углем? Берет уголь краун и говорит Классный уголь вышел на рынок Это было очень давно И я такой, да, интересно Буквально ночью Почему-то думаю как-то странно И в итоге я на следующий день еду Покупаю коробку Смотрю данные Я выхожу на человека Который возит этот уголь Встречаюсь с ним и говорю Я хочу заниматься реализацией по Питеру А ты уже в тот момент работал? Да Где? А? Где? Я работал торговым представителем Сказать, ну, сантехники Сантехники То есть ты очень хорошо в ней разбираешься Да, я очень много работал в продажах, так сказать Очень долго И он говорит, почему бы нет? Почему бы нет? И я после работы начал ездить Купил какой-то объем Начал ездить По всем заведениям Предлагать Попробовать Ты купил объем на свои деньги? Да Ну, это небольшой объем Там, вроде, 100 кг, наверное Вот И я столкнулся, в первую очередь, с тем, что Люди не понимают, что такое 25-й уголь И как снимают Тогда он только-только заходил на рынок, да? Все колено берет Что? Все горит Как работает Ну, и как бы люди не хотели обучаться И сложилось Такое мнение, что это уголь не зайдет на рынок Ну, и я продолжал это делать изо дня в день И Спустя, наверное, месяц Пошла обратка сумасшедшая такая Что спустя, наверное, три месяца я уволился со своей работы И начал зарабатывать хорошие деньги Мне разместили как представитель по северо-западу на сайте И я занимался северо-западом То есть ты уже чисто занимался крауном? Да, я уже занимался углем И я понимаю, что я встаю во сколько хочу Еду по заведениям, курю с людьми кальян Узнаю очень много информации, которую я просто, ну, не знал раньше Что за табаки, я ничего не знал То есть до работы в краун, ты вообще к кальяновым Вообще Вот, и я начал набивать практику Сумасшедшую практику Работа с отзывами Работа с людьми С кальянщиками С владельцами заведений И я со временем стал очень подкован в продаже конкретного угля Личностных таких, ну, не телефонных, а конкретных И что прошло не так, почему ты тут зашел? Ну, скажем так, что однажды наше мнение разошлось Скажем, владельцы крауна разошлось с тем, что Зачем кому-то платить, если уже создано имя и создана потребность На всех коробках написаны мы Ты как инструмент маркетинга просто стал не нужен Ну, получилось так, да Индонезия Страна, где почти, ну, наверное, все производят уголь до кальяна Почему именно Индонезия так получилась? Потому что там много и доступное сырье И куда еще продается уголь? Уголь продается по всему миру То есть Россия это малая часть? Это самый маленький процент Самый маленький процент Потребляемый до угля А какое-то требование качества? Самые жесткие в России Самые жесткие Никто не любит работать в России Никто не любит работать в России Когда приходят, они удивляются тому, что мы делаем вообще На самом деле я очень удивлен, как производители угля Как сами изготовители заводы Они не курят кальяны Они не понимают вообще, зачем это Типа того То есть они даже не знают разницу, как пахнет уголь Да, ты ему объясняешь, почему мы боремся за то, что мы меньше пахли каждый производитель Потому что не все имеют вытяжки Потому что уголь уходит в розницу И люди хотят дома спокойно покурить, а не сидеть в костре И мы пытаемся все объяснить Чем меньше пепла, тем меньше попадание пепла в табак И изменение вкуса табака Ну и всякие такие моменты, как бы ты им объясняешь И они такие глаза открывают А мы думали, что он просто должен гореть Ну и не ломаться Поэтому мы пихаем туда тапиоки То есть по факту По всем заказам по миру, грубо говоря, так и есть То есть они приходят и говорят, что нам нужен уголь, который должен гореть Ну, скажем так, немцы в основном рассматривают такой уголь, который дает хорошо жара И не колется примерно с метра Максимально прессованный получается Да И тапиока много Да Получается, арабские страны, ценовая политика приходят Столько-то стоит в половину Вот хочу Ну, это мусор Ну, вот хочу мусор Окей Все, погнали Потому что они мешками засыпают Им пофигу, реально, да Вот В России самые жесткие критерии Вот, как я тебе сказал, да Не знаю, как остальные Вот, лично я проверяю, да На пепел На запах На влагу На температуру На время горения Они такие, а, смысле И, естественно, ну, как бы бросаем там, смотрим Ты это проверяешь уже на конечном продукте? Я делаю это перед заказом Я делаю стандарт своего заказа Говорю, что для меня нужен такой уголь Столько-то пепла, столько-то жара Такой-то он должен быть размер Это, это, все это мне очень важно Если будут отходы от этого, ну, от моих критерий, да То мы не сработаемся Мне предоставляют образцы Это может быть килограмм Я говорю, окей, ништяк, погнали Меня устраивает Я делаю предоплату, начинаю делать Я нахожусь там, контролирует вопрос Либо я, либо мой человек Если я там нахожусь Ну, в плане в Индонезии в этот момент Вот После чего Делается партия И мы тонну за тонну И проверяем До того момента, пока нас не устроит Не устроило Все Все Вы поменяли там технологию Ваш человек уже делает не так У нас закончилось сырье Оно не соответствует тому, что мы начали делать А бывало такое, что ты отказываешь, отказываешь, бракуешь, бракуешь Что завода просто надоедает Что проблемный клиент Ну, завод, завод больше всего говорит типа Мы не понимаем как, почему Почему вы это забраковали, это тот стандарт, который вы Ну, залили за... То есть они все равно пытались тебе это продать Да Они такие Ну, вот мы не понимаем вообще Я говорю, ну, вот же Вот Вот это первый, да, вариант, который мы И вот второй Вот, смотрите Ну, да, ну, да Бракуем Они делают то же самое Хреновое качество Ты опять приходишь, говоришь У вас вот Заняться нечем Мои деньги заморожены Я не получил груз Вы не получили вторую прибыль Зачем этим заниматься? Ну, мы делаем то же самое абсолютно Не то же самое Они сделали мне там из десяти тонн сырья А первую партию, которую там еще на заводе И она меня устраивает, да? А вторую они уже начали с другого сырья делать И думают, ну, типа, я схаваю эту тему Я не разбираюсь И типа, ладно, погнали Ну, не заметить, чувак забери По твоим рассказам, что все-таки некоторые производители действительно хавают эту тему Потому что не все там находятся Не все контролируют эти моменты Ну, то есть, грубо говоря, ты заказал там, проконтролировал и уехал А дальше она производится и как бы когда к тебе она приходит, ты уже как бы ничего не может быть Ну, либо ты, допустим, сделал контейнер, да? Приехал и такой взял коробку там, покурил кальянс Тебе повезло, да? Ништяк, да, повезло Но как бы это вопросик большой с этого всего объема Там все ли так или не так? Поэтому это как бы такое дело, что нужно постоянно на каждом этапе контролировать, контролировать, контролировать У нас даже происходит так, что приходит сырье и прежде чем с него что-то делать, мы его смотрим И смотрим, сколько этого сырья пришло и запрашиваем, сколько этого сырья еще есть То бишь, бывает так, что тебе дали сырье, ты попробовал там 50 килограмм, говоришь, ништяк, погнали А у них его больше нету Вот у них был тестовый вариантик, там, типа, как Некоторые производители отправляют хорошую партию на пробу, да? На выставку Ты говоришь, на выставку Или там, человек первый начинает с тобой работать и говорит, отправь мне там образец там 20 килограмм там Типа того, килограмм, ну, неважно То есть так многие делают, да? Ну, большинство в этом заинтересованы, как бы, ну, привлечь клиента А потом уже другой вопрос, как ты будешь вести диалог с человеком А, извини, я не знал, прости, я готов там что-то изменить там Ну, короче, по-разному все накидывают Ну, понятно Я вот не знаю, застал этот момент, но одно время Краун держал весь рынок, грубо говоря, угля Что случилось с Крауном? Почему редко? Как и большинство случаев просто меняется завод Просто по какой-то причине завод отказывает в изготовлении И они не смогли найти такого же качества завод? Технолог другой Они сами искали, или? Они искали сами, а у них есть человек, проживающий там И он занимается вопросами изготовления и поставками А вот если говорить про другие бренды, допустим, ну, Краун, как и у тебя, там есть человек, а другие бренды имеют своих людей там либо нет? Кто-то имеет А кто сам ездит? Кто-то сам ездит Ну, лучше, конечно, чтобы сам Кто-то вообще не имеет Кто-то просто так И ни разу не был Такое тоже есть Ну, это все сказывается на качестве Естественно Окей Лучше качество контролируй полностью процесс Так, ты сейчас рассказал очень много про процесс производства и от этого довольно логичный вопрос Что? Сколько стоит? В плане производства? В плане производства Сырье, упаковка, процесс преобразования сырья в конечный продукт, транспортировка Можно просто в процентных цифрах Точных цифр я тебе не назову Я понимаю Это понятное дело, да? Ну, незачем В процентных соотношениях примерно Давай так скажем Открыть завод стоит от 100 тысяч долларов до миллионов, до двух миллионов В чем отличие? Все отличие от того, что какой завод ты хочешь открыть Ну, скажем, а зачем нам о заводах говорить? Ну, давай упустим эту тему Окей, как я понимаю, большинство производителей, они именно как аутсорс Да Приходят на завод и говорят сделать Да, просто по-разному Кто-то приходит, типа, я хочу уголь в Россию отправить Стандарты у нас такие, погнали А кто-то приходит И вот у нас, допустим, есть даже бригада своя Если мы приходим Он прямо на заводе работает? Если мы приходим на завод и мы понимаем, что эти установки Станки нас, как бы, сделают наше качество Мы арендуем Наша бригада заходит на партию определенную Мы делаем, уходим Суть того, что, почему я к этому пришел Потому что ни один завод не дает тебе качество, стабильность твоего продукта Мой технолог знает, как мне все это делать У каждого завода свой технолог знает разные, получается, технологии Ну да, если брать еще расчет то, что они не курят кальян Да, поэтому мне проще создать свою бригаду, которую я так и сделал И отправлять, куда мне надо Вот, и на любом заводе, допустим, если один мне откажет, то другой Как бы, их очень много, этих заводов И вероятно того, что я могу делаться с кем-то на одном и том же заводе, который делается в России Ну, качество будет разное, потому что я буду иначе контролировать Понятно Ну, это, конечно, интересно, ты ушел от темы Там очень много Один вопрос, но можно углубляться, углубляться и там очень много информации Процентная доля Процентная доля просто Соотношение заработка Еще откладывается, допустим, Себес Ну, давай просто скажи, там, 30% сырье, 30% производства и 30% транспортировка Ну, так оно и есть Серьезно Все правильно, все четко Ну, можно более углубиться Вот, конкретизировать можно вот так вот, да Три у нас расходника Закупка сырья Заплатить заводы И заплатить за доставку в Россию С растамовышкой Ну, производство включает в себя и процесс переработки, и упаковка, и все вот это, да? Нет Упаковку Один Да, не делают производство обычно Очень мало кто имеет собственное производство картона Ну, должны быть уже большие такие заводы получаются Да, есть Есть очень большие заводы, что я прям в шоке был, когда я их посещал, как бы Прям очень масштабные, и это все не индонезийцы держат, естественно Вот, они, да, кто-то имеет склад для всего вообще Для сырья Очень большой ангар Для коробок заказчиков Большой, большой ангар Ангар для фасовки, ангар для производства Это, может быть, улица одного завода Ну, таких заводов, ну, три где-то Окей, будем считать, что ответил на этот вопрос На текущий момент на рынке очень много производителей Что нужно сейчас, чтобы создать свой бренд и конкурировать с игроками рынка, серьезными игроками? Все очень просто Дать доступные по цене продукты высокого качества Это очень просто Ну, естественно, стабильность Вот, чтобы не было такого, что Сейчас есть у тебя уголь, а потом месяц-два мы ждем, когда он будет опять у себя Как у себя? Да, как у меня Я над этим работаю, и я приду к стабильности Это вот стопудово, это основа этого бизнеса Потому что, если уголь понравился, люди готовы ждать Ну, какой-то определенный промежуток времени Они не готовы постоянно так ждать Вот И, как сказать, сроки, они всегда плавают Понимаешь? Я тебе скажу, у меня приходит уголь через месяц, да? А он еще не выплыл, и я не могу тебе так сказать Я могу сказать, когда он выплыл И уже стоит дата ориентировочной прибытии То есть основные проблемы с задержками Это завод производства? Да, это основа Это технические моменты или это люди? Это технические моменты А завод какие-то гарантии дает по срокам? Дает гарантии, но так же он потом разводит руками и говорит, извините, так вышло И эти гарантии, они как бы себе в воздухе летают И обычно, вот, если твой уголь хорошего качества и по доступной цене То то, что приходит, тебе уже продавать не надо, оно уже все продано Его просто ждут Люди сидят и ждут, когда придет твой уголь Ну то есть это потому, что ты начал с качества? Да, ну, брать предоплату я не беру предоплату Потому что могут быть форс-мажоры, так называемые, разного рода И контейнер где-то встал И контейнер упал вообще в океан От этого мы не застрахованы вообще никак Мы не можем договориться, допустим, чтобы контейнер определенно вез в плане Где-то внизу под всеми Его куда поставят в очереди, туда и поставят И так все с этим сталкиваются Ну это, в принципе, есть основные проблемы, да, при производстве рубля? Да, и там очень много проблем Как ты уже понял, сырье Технолог Погодные условия, да фиг на них эти погодные условия Они, в принципе, не влияют, да? Ну, влияет то, что, допустим, где там твой завод стоял И туда пришло ценами и затопило, да, это влияет Или там извержение вулкана, да, там землетрясение Но островов очень много и можно выбрать другое, как бы, в этом плане мы И вот сейчас мне товарищ мой написал А в этом плане у тебя изъехайся в плане твоих бригады То, что ты не привел на конкретного завода Да, 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 да Вот мне товарищ написал, я уехал с этого острова Там сейчас тунами идет Я это не проверял информацию Я говорю, ты там, ну, нормально, сейчас все, безопасность Да, я уехал к маме, там все сейчас нормально То бишь он может приехать, у него может быть не быть дома уже все-то Как бы такие моменты Ну да Плюс праздники у них разные И в эти праздники они пальцем не пошевелят Они приходят на работу, как будто просто отметься Они пришли, но они не работают Ушли Пришли, ушли Первый уголь, в котором ты непосредственно принимал участие в создании Это айкока Правильно? Все верно Но там ты был не один, у тебя были учредительные, как инвесторы Да, все верно Расскажи эту историю, почему он провалился как уголь? Почему, ну, перестал существовать? Что случилось? Потому что политика моих коллег, которые были, получается, в доле, да, совладельцы организаций Они полностью тебя финансировали, правильно? Да И они никак не были причастны к индустрии колено То есть они дали денег и сказали, что нам нужно Они знают, да, они тупо знают, как продать и заработать денег Вот, и это в их плане было Ну, изначально был план такой, что полностью, как бы, ответственный за все я И тогда я, как бы, ну, делал так, что, как бы, качество, и мы заявляем себя как качественный продукт И мы возим только качественный продукт Никакого другого, если будет некачественный продукт, мы его бракуем До того момента, пока не сделаем то, что нам нужно То, что соответствует нашим стандартам И как мы зашли на рынок, как бы, да То есть ты поехал туда, прямо в Индонезию? Я там очень долго жил Жил даже Да, мы сошлись с ребятами на том, что Ты когда готов лететь в Индонезию? Вот сегодня мы увидимся, а они мне говорят, когда готов лететь? Я говорю, ну, так, дела, дела Ну, неделю я раскидаюсь Ну, все, бери билет Ну, то есть и билет, и проживание, все Все, я просчитал все, все, все Это было все зафиксировано документально Ну, как бы Ну, понятно Вот, сколько это обходится, сколько это приносит прибыли Через сколько это начнет приносить прибыли, какие объемы начнут приносить прибыли Ну, что нужно потратить до того, как мы к этому придем И я двинул туда Познавать Индонезию И заводы, технологию Потому что я такой человек, что Прежде что-то продавать Я должен это изучить И изучить не то, что почитать, а увидеть, потрогать И понять, что от чего зависит Вот Поэтому я потратил очень много времени на поиски заводов И Моя была основа Основная Так сказать Я говорю, не скажу Как бы Люди уже занимаются больше там 15-20 лет Почему они И они как бы не могут Скажи нам Есть разные печи С помощью которых сушат угли С помощью которых сушат угли Если у угля есть запах При курении То Что бы они сделали У них все равно будут другие недостатки Есть В печку Доступ Постороннего запаха Который впитывается При Сушении угля Впитывает он в себя Этот же запах То бишь Это нужно пресечь Все Спасибо за ответ Что случилось дальше Потому что Насколько я слышал Первая партия кофе Были хорошие То есть Ты достиг того результата Который ты хотел достичь Да Мы достигли И были очень удивлены Потому что Мы получили Более благородных отзывов Чем мы хотели получить Мы не надеялись Что это так быстро Результат безошел ожидания Да Очень круто зашли Но спустя Ну Нам один завод сказал Основной наш завод Который нас сделал Он сказал Что ребят Нужно увеличить объем И мы говорим Что нет столько сбыта пока Извините Нет столько сбыта Давайте сделаем Временные рамки Такие Они говорят Мы не можем ждать Ну Нам не рентабельно Делать вам уголь Это очень маленький заработок У нас есть заказчик Немец Который хочет задействовать Я говорю Хорошо Этот вопрос как бы Попробуй решить Я вопрос этот не решил С своими ребятами Инвесторами В итоге Нам говорят Извините Да И там до сих пор делаются Немцы И 10 контейнеров В месяц После чего Мы начинаем искать производство Вот Мы находим производство Нам делают Мы бракуем Нам делают Мы бракуем И в один из моментов Мне сказали Хорош, короче Браковать Все вези Я говорю Если я это привезу Это уже не соответствует Нашему качеству И нам придется как бы Разойтись Так как бы и получилось Приехало Два последних Контейнера Я ушел С организацией Они продали Эти контейнеры И все Организация И насколько Благополучно Вы расстались с ними Самое главное Что я заработал Это большой И бесценный опыт Финансовая сторона Никакого заработка Не несла В плане того Что я несла Но я ничего не заработал Ну понятно Они тебе все выплачивали Но то что По идее Они должны были заплатить себе То осталось у них Ну можно сказать Да Просто разошлись Оставшись по своему Да Ну я решил Ни на чем бы настаивать Потому что я уже понял Что я не хочу Практику Дальше продолжать С инвесторами Или с кем-то Я еще не имел Тут заработок Чтобы заказать Сам контейнер Но я нашел выход И я в итоге завез Тогда еще Черная Экока Завез стандартное качество Сразу всем это сказал И ценовая политика Была естественно Ниже Премиум качества Как бы об этом Сразу было сказано Указано на все минусы И это было сделано Чтобы Ну не потерять Клининскую базу Которая была наработана За предыдущие Два контейнера Да Но не видел его Даже Тебе просто не поверят Да И как бы ты решил не практиковать Я решил не практиковать Эту идею Создал новый бренд Ну то есть И уже с другим Совершенно Ты решил Как бы полностью Перестроить свой подход Это было уже Как бы необычное качество А ты уже решил сделать Свой продукт Чисто на свои деньги Да И с качеством Премиум Премиум Ну мы так называем Премиум Да Уголь Все И сейчас над этим Очень плотно Работаем Работаем над коробкой Она была одна Сейчас мы ее сделали Глянцевой Чисто проверить Как бы ну Как людям зайдет Вот На коробке не останавливаемся Главное что в коробке Вот Наша позиция такая Не коробка А то что там Поэтому мы не вкладываем больше денег, чтобы сделать более крутую коробку в плане картона, качества картона Чтобы не выросла себестоимость, чтобы не выросла цена реализации, чтобы более доступный был уголь То есть ты хочешь создать конкурентоспособный и по цене, и по качеству По качеству, как я понимаю, вообще стремишься к идеалу? Я считаю, что я уже создал Реально, проценивая рынок и зная цены своих конкурентов Я понимаю, что у меня одна из самых низких цен Я стараюсь дать людям доступный продукт высокого качества по доступной цене Я понимаю, что я с этого зарабатываю меньше, чем другие, но мне этого достаточно Я знаю, что когда мои объемы вырастут, то и прибыль будет больше Тем более будет достаточно Тот бренд, который ты создал Если бы ты его оценил в деньгах, сколько бы ты дал? Ну, я бы его продал за те деньги, которые мне хватило открыть производство Ну, то есть, несравнимые, скажем так, с желанием купить бренд Что, как бы, продать бренд несложно Сложно продать имя свое Типа, да, как сказать, я вот делаю этот уголь и я за него вручаюсь Не то, что мой менеджер или кто-то вручается Я за него вручаюсь и конкретно тебе говорю там И могу указать на свои минусы И вообще даже минус себе То есть, для тебя это не чисто коммерция? То есть, есть какая-то... Нет, если бы это была чисто коммерция, я бы дороже его продавал Я знаю, что это можно делать Вот И я хочу сделать так, чтобы... И я делаю так, чтобы было Типа, это вот Саня, короче, Дмитриев Ну, если это его продукт, то там все нормально Либо Давай мы его наберем Саня, вот твой продукт, там это мы хотим взять Какой регион, там это, это Ну, вот такие минусы, чуваки Вот То есть, ты хочешь... Я не боюсь своих ошибок Угу Если я говорю, что... Если мне говорят, что у меня уголь тухнет И я, прежде чем продать, мне спросят И бывает даже, просто говорят, продай мне угля И даже не спрашивают, что за уголь у тебя вообще Ну, в плане бренд знают и все Я говорю, чувак, ну, задай вопросы, там Пепел, там, время горения, запах Он говорит, ну, как у всех Я говорю, ну, вот смотри, короче Последние там отзывы получаю, да Есть запах при рожиге сильный Кому-то не нравится Ты можешь на это попасть, а можешь на это не попасть Я не могу вручаться, что вот то, что я тебе отправлю Не будет пахнуть Потому что есть какой-то объем в моей парте Вот сейчас загулял, да Что он пахнет? Ну, если ты получишь такой уголь, и он тебе не понравится Я готов его забрать без потери твоих денежных средств Это ты делаешь с целью какого-то маркетинга Либо это человеческие твои качества такие? Человеческие мои качества То есть ты, ну, не любишь врать людям, получается Не люблю На вранье не построишь ничего хорошего Лучше быть открытым и честным человеком А ты не страдал от твоей открытисти другим людям? Страдал Я мог заработать хорошие деньги Когда мне говорят, привези уголь под мой бренд И говорит, да, гарантия Я могу сказать, ну, гарантии, все, не вопрос Там, пойдем у нотариуса, сделаем гарантии И привезти то, что привезу И я говорю, гарантий нет никаких Вообще нет никаких гарантий В плане того, что ваш уголь не утонет Или ваш уголь не зальет Который будет подплыть к вам, да, там Нет таких гарантий Все, кто дают, это выдуманные гарантии Ну, вот реально, как бы Я могу дать гарантии То, что если тебя не устроят качество Я могу его забрать себе Но я его реализую А потом верну тебе денежные средства твои Как бы, ну, я не отвернусь Это вот сто пудово Такой вопрос по увеличению объема Ты уверен, что справишься? Да То есть и завод потянет, на котором ты делаешь Мы уже над этим работаем Мы уже работаем над тем, чтобы увеличить объемы И я думаю, что со следующей партии, да, мы их уже увеличим То есть у тебя основная проблема – это финансы? Да Ну, не скажем, что это проблема Это мой, скажем, такой шажочек, до которого я должен дойти просто, понимаешь? Вот Финансовую сторону очень многие предлагают поддержку финансовую Мне это не нужно Ну, у тебя была история Да Ну, сейчас разные предложения в плане не долей там ничего Просто можно типа заработать там Ну, как бы я не поддерживают Угу И я понимаю, что Медленно Ну, я сделаю это, да Ну, как я понимаю, что в истории с Айкока был такой момент, когда ты просто не справился с ситуацией из-за нехватки какого-то опыта Или как? Ммм, да То есть, допустим, вот сейчас у тебя будет такая ситуация случая, что тебе обращается завод и говоришь, что мы с вами больше не работаем, тебе нужно было найти что-то новое Сейчас ты сможешь найти? Да Да У меня уже есть бригада и человек, который этим занимается Все И нам не нужен какой-то завод искать, мы пришли на любой завод То есть тебе просто нужно найти оборудование, которого, в принципе, много Которое, да, в каждом почти заводе Ну, их очень можно выбрать, это несложно Заводов тысячи А это бригада, ты познакомился с ними за время пребывания? Да, это, скажем так, с какого-то завода рабочий один, с какого-то завода рабочий другой, с какого-то завода технолог И вот так, вот так команда там и даже бухгалтер есть А ты их как-то целенаправленно искал или просто подружился с человеком, понял, что он крутой? Нет, я их искал, естественно, целенаправленно изначально, но это было очень тяжело И я очень много времени не вел с ними никаких дел Я просто с ними дружил, пытался понять, что за человек Потому что там кидал его, накидал его просто за каждым углом И в протяжении всего времени я просто приезжал, мы где-то сидели, общались, как дела, делились там жизненными, там, историями, эти дела И когда-то я начал их постепенно как бы сколачивать, вот И после чего сейчас они как бы уже сами сколачиваются в бригаду То есть по факту тебе даже не обязательно сейчас ездить туда? Да, я как бы могу поехать, чтобы поздравить с днем рождения Вот, и вот поеду То есть у вас такие уже как бы не деловые отношения, а приятельские Да, у нас уже дружеские Дружеские, да Водку вожу им там, российскую Они не пьют, но походу, ну не знаю, зачем они просят Я потом спрашиваю, как они гости Вообще класс, типа Вот Ну и езжу, когда мне говорят, типа Открытие завода будет скоро Очень-очень крутого И чтобы быть первым, да Я приезжаю и понимаю, ну, хочу понять, чем же вам будет круто И какие-то вижу машины новые, там доработанные Двигатели новые на них Все это мы фиксируем Я веду Я готовлю бизнес-план по открытию производства И поэтому я должен Свой завод Да, и поэтому я должен постоянно анализировать новые машины, техники, изготовления и все такое То есть это конечная, грубо говоря, цель Это основная цель Это основная цель Да, она не конечная Что дальше после завода За этим пойдет производство картона, производство сырья, пальмы Там, ну, полная технология, как бы, ну, чтобы контролировать вообще все Ну, ты полностью хочешь создать весь цикл под собственным контролем Да Вот тогда мы выйдем на Европу А если выходить на Европу с твоим текущим качеством, это будет врыв? Или им будет все равно? Это будет, ну, скорее всего, все равно Потому что, да, они гонятся Другие приоритеты Да, да, да Они гонятся и за размером Там, 26-й у них в основном в обороте Что скажешь про 31-й шаман? Ну, можно сделать и 50-й То есть это маркетинг просто? Я думаю, ребята, да Просто хайпанас Сделайте, чтобы он еще больше был Чтобы просто вот гонкидаться Да, да, да Была идея, у меня один человек с калияной индустрией Год назад еще типа, сделай большой уголь, прям самый большой Типа хайпани Я говорю, ну, не для меня эта тема Все-таки ребята действительно кайпали Молодцы, молодцы Молодцы, молодцы Вообще красавцы Маркетинг То есть, насколько я знаю, очень много углей Просто продаются благодаря нему То есть, даже если качество посредственное Да, в основном Основа Основа продаж угля Это, как ты говоришь, маркетинг Да То есть, можно продать вообще абсолютно любой уголь Да Если у тебя хорошая команда, которая может это сделать Команда менеджеров Поэтому в этом сложности нет никакой Сколько ты планируешь завод открыть? Я уже должен был его открыть По плану, да? По плану это был, да Вот этот год 18-й Постоянно планы мои меняются, корректируются Ну, потихонечку я к ним иду Десятый? Нет Нет Я надеюсь, это два года Два года Это быстро Это медленно Это медленно Да Если я выйду на те объемы, которым я Иду То это будет реализовано гораздо быстрее Что должно случиться, чтобы ты ушел с рынка? Ммм Серьезный вопрос такой Я никогда не думал об этом Мне А, ну мне говорили, что типа если выйдет закон в России, что ты будешь делать? Ну, я пойду на Европу, да Я поеду в Египет и я точно там смогу продать свой уголь Вот Поэтому я думаю, что это надолго Есть у меня, конечно, там дальнейшие планы, когда уже будет производство, сырье, коробка Я начну делать из кокоса, там очень много чего можно делать То есть ты планируешь Полный цикл Вообще полный Не только уголь Не только уголь Там вот волосы от кокоса используют на матрасах очень многие все Прям большинство То есть в принципе с кокосами все связано, да? Молоко, масло Молоко, мякоть Вообще там просто дофига чего можно делать Есть такая байка, что когда уголь тухнет в колодке, немножечко покрывается каким-то странным пеплом То многие производители просто говорят, что он отсырел Либо при транспортировке, либо в Индонезии сезон дождей И вот такое вот качество Есть ли в этом правда? То, что он тухнет, он не от того, что отсырел Ну, в чем логика? Если ты отсырел и ставишь его на плитку и выпариваешь всю влагу То бишь, ну все, он сухой То есть по факту? Пахнуть он может Потому что отсыреть он может Он может отсыреть Но на качество то, что он будет тухнуть, это не должно влиять никак Он может влиять на запах то, что отсырел Потому что может морской водой соленой она даст свой запах Может храниться возле каких-то консервантов Который он абсорбент Он впитывает себя в губку Как в губку И при рожиге он может отдавать запах любой Как его хранили, да Но на то, что тухнет, не тухнет Влажность не должна иметь Что на это влияет? Больше влияет это сырье Сырье Это основа Еще раз вернемся Это, возможно, переженный кокос Который уже пепел Пепел морской, да Просто, видимо, часть сырья переженная Как пепел Это может быть мусор Да Это может быть песок, земля А почему? Потому что обжигается все в основном Большие объемы Это все в печах Которые не называть печами Это бочки Это ямы Где просто жгется Прямо так вот, да? Да Бочка накрывается сверху Может тупо тряпкой накрываться мокрой Может каким-то листом накрываться Они засекают время После этого закрывают доступ кислороду То бишь вот этой верхушкой Потом опять сколько-то времени проходит Они это высыпают И могут тупо лопатами Греб, граблями собирать И не все заводы имеют технологию очистки Там ступенчатую, да? Кто-то имеет просто два варианта очистки И все Опять же, чем больше ты очищаешь Тем дороже это будет стоить Все верно Потому что мы закупаем сырье как вес Вот мешок берем Там вода в первую очередь Большой объем воды Потому что они также закупают кокос с мусором и с водой Которая хранится в ямах Не в ямах, просто в кучах на улицах Сидят об колено У них нож такой торчит Они его раскалывают Достают все что нужно Кидают, кидают Куча, куча, куча Дожди не дожди Скорлопа это вторичное сырье, считай Да То есть после того, как ты все Кокос это все выкидывается А потом все перерабатывается Все правильно, да Поэтому там все теряют И очень важно Купить производителю сырья Сухой кокос и чистый И продать сухой и чистый Нежели там купить мокрый Обжечь его Намочить его опять, чтобы вернуть вес Продать мокрый Мы начинаем его изготавливать Жечь в печках И понимаем, что Ну мы закупились 25 тонн Мы получаем 10 тонн В смысле И некоторые Начинают его как бы не досушивать И в нем остается процент влажности Уголь Darkside Завод совместно с Пандой Что ты об этом думаешь? Молодцы ребята, работают Ну эта информация пока Ну как бы никем не проверена Это просто все это слышали Ну то есть не факт, что вообще Скорее всего Завод там действительно есть Но Ребята могут позволить себе Вот что я могу сказать Ребята могут себе позволить Открыть завод Но вопрос как бы в том Чисто ли это их завод Это тоже вопрос, да Как бы открытый Ну когда-то возможно Да я даже на самом деле Пока я там не побываю Я не скажу точно Вот и все Завод Я завтра могу За тысячу долларов Я тебе говорю Что там сделать баннер И быть директором завода На один день То есть владельцы завода Вообще на это как-то все равно Они очень лояльны Можно Кто-то не лояльный А кто-то лояльный Очень много заводов Можно найти выходы Очень просто Это интересно По качеству Как тебе уголь? Какой? Darkside Такой вопросик конечно Я знаю что очень любишь Хейти другие бренды Цена завышена Ну это скажем так Завышение за бренд Я так думаю Ну да Ну как бы Ну соответствует ли он? Были у нас недавно тесты И я скажу так Что мой уголь в уровне И с этим углем стоит Целовая политика Очень сильно разнится Ну это понятно Что я только захожу на рынок И меня не знают Грубо говоря Кто надо меня знает Вот Есть над чем работать И есть что доработать Не будем тыкать пальцем В нюансы Но есть И как бы Лично при встрече Я допустим Могу человеку сказать Я не со зла Ни с чего-то Просто Из-за бренда Которым я когда-то Что-то консультировал По качеству Как это все сделали Наши российские бренды Да? Не будем их называть Не будем их называть Вот Я за здоровую конкуренцию И я знаю Что это очень сложно И даже то что я скажу Они будут это знать Но не факт Что они смогут это реализовать Потому что работая с теми людьми Которые там Это очень сложно Это очень сложно Ты сейчас все рассказал Про эту грязь Пыль А как там еще люди это работают Ну как ни странно Почему-то они не следят За своим здоровьем Серьезно А маски там какие-нибудь Никих масок ничего есть Комбинезоны может быть Нет Обычная гражданская одежда Обычные гражданские люди Чувак пришел и начал копаться в угле Да? Ну типа того Он сидит Я тебе скажу больше Он сидит Просто На станке Там такой отсек Где загружается уголь Да? Вот смешанная масса Да? Сырье получается И это давится И он сидит просто руками Чик Чик Давится Эту тему Загружает в эту мясорубку Получается Это их выбор или это просто Да? Это их выбор абсолютно Как-то сделать более Конвейерно это Ну там есть сложности свои Там есть сложности реально свои Да По факту там в любом случае Все это дышит То есть маску хотя бы какую-нибудь Пофигу им Вообще пофигу Ну если они приболеют чуть-чуть Они маску не снимут А Вот так вот они Дышать можно чем угодно Главное чтобы другой не заболел Да Ты говорил что у тебя есть семья Да Как она вообще относится И как она изначально относилась Вот к тому что решил заняться углем Как она относилась Да в принципе мы не сдерживаем себя У меня жена она тоже бизнесмен Занимается бизнесом И я как бы ее не дергаю А чего она? Гербалайф То есть Вот Для кого-то это там Что-то может быть значит Для кого-то не значит Не будем углубляться Каждый игрок Конечно не об этом Себе Да Свою нишу Вот Но она зарабатывает там Она зарабатывает очень хорошо там Да И поэтому я называю это бизнесом Да Согласен Вот В принципе ко мне как бы привыкли Я изначально Ставил так Что я постоянно в разъездах Постоянно я на всяких встречах На общениях На движениях А когда ты жил в Индонезии? Когда я жил в Индонезии Все понимали ради чего я это делаю И я скажу даже больше Есть планы Что я там еще буду жить И они будут жить со мной Как У нее сейчас На стадии бизнес того Что онлайн Короче Она может себе позволить Не находиться в России Вот У меня есть дети Дочка 7 месяцев Сын 4 и 7 День рождения у них В мае У сына 6 мая У дочки 7 мая На следующий день Все идеально просто Подгадывали Вместе можно праздновать Да Мы хотим третьего И чтобы было восьмое Как бы Чтобы одним днем Просто забахать все Не тяжело с двумя? Если третьего Тяжело было бы Если бы они очень маленькие были Вот одного отгрузил в садик И все Как уголь У тебя есть полдня свободные На вторую Девочку Вот Получается Время от времени Нанимаем няню Ну как бы Это дороговато Но У нас встреча бывает Встреча, встреча И вот Нам нужна няня На полдня А когда не получается Няню взять? Я в няньках Моя в няньках У меня бывает Мелкая со мной Блин Катается Ну я не хожу В заведение Где курим То есть ты прям Берешь ребенка И едешь Развозить уголь Я прям Папа-мама такой вообще С чем справляюсь Какие у тебя Самые любимые кальян Топ-3 назови DSH VUKA S&P Почему? Вука берет своим дизайном Своей классикой Так сказать Деревом Мне очень нравится И исполнение DSH Который мне нравится Неубиваемость Ну как бы такой Пацанский кальян В тачке Везде Вообще пофигу Поцарапается Только круче будет смотреть Вот Севепиха Мне нравится Своей цветовой гаммы И исполнение Своей Какой табак Соревнованиями Постараться Ну хотя бы один И то если получится Да Это не точно Ну и финальный вопрос Давай Как думаешь Что это за вопрос? Сколько я зарабатываю Все верно Сколько у тебя получается Денег с контейнера? Примерно Ну До 300 Больше 300 Более 300 Но деньги Пока не вижу То есть ты все вкладываешь В будущие партии В рекламу Какой Да Если Ну я думаю ты знаком Стоимостью тех же стендов На выставке Да Более чем Один контейнер И пол стенда Все денежки Просто да Вкладываются И пока это не ощутимо никак И Как быстро ты Хочешь Начать уже Зарабатывать Или ты не будешь Вытаскивать денег До завода Ну Буду У меня семья А Ну Окей Я имею ввиду Чисто Ну Сверх Каких-то Жизненных потребностей Незачем Да Я такой человек Более спокойный Да Простой Не хочешь себе купить Крутую тачку Ты видел На чем я езжу Видел Как это Ларгус Это Я думаю Надо бы взять Ларгус Сейчас Не будем Уточнять Что у меня за машина А Но она большая На ней можно возить уголь Вот Суть в том Что даже я как бы сам вожу уголь И не вижу ничего там зазорного Взять за день 5 тонн загрузить и разгрузить Вот Вот реально как Вместо зала Ну Да Или До зала Разминка Разогревать Спасибо Я Думаю Это было интересно Взаимно Мне понравилось Я как бы не практикую Так сказать Медийные такие моменты Ну вот Мой Мой этот старт Раз тебе понравилось Что мы можем подать подписчикам нашим? 20 килограмм угля 20 Да Целая коробка угля Что им надо для этого сделать? Мы с тобой подумаем Потом опишем Где-нибудь там Окей Условия конкурса И Какие-то Итоги Мы Напишем В описании Да Ладно ребят Всем спасибо Удачи Увидимся в следующих выпусках Пока Нехорошо